Заражение. Том 2. Часть 3. Приятного прослушивания. Весть о страшном происшествии быстро долетела до принцесс, и те незамедлительно прибыли в деревню. Алая поляна даже их вогнала в ступор. Особенно нервничала луна. Осмотрев полянку и мистические знаки, аликорни уединились в ратуше, пригласив с собой Твайлайт и мэра Панивилля. В просторном помещении было относительно спокойно. Белые стены и длинные окна делали главный зал ратуши светлым и уютным. Но не для вампиров, которые морщились от солнечных бликов. Я не видела тел. Где они? Строго спросила правительница. Шерд, пока не удалось обнаружить. Ведем подсчет жителей. Ответила мэр. Кровь не могла вот так взять и внезапно появиться. Не могла. Когда будет завершен опрос? Жителей у нас не так много. Думаю, через 2-3 часа. Твайлайт посмотрела на мордашку луны в надежде, что-то понимает, что происходит. Но нужного ответа на ней не прочитала. Луна была озадачена не меньше, чем юная вампирша. Немедленно очистить поляну от крови. Возьмите несколько образцов для анализа и никого не пускать. Выполняйте. Сбодрила она взрослую кобылку и там выбежала из ратуши. Твайлайт посмотрела на копыта, где остались капли крови. Твайлайт спаркал. Отправляйся в свою библиотеку и найди информацию о тех символах. Писарь скоро пришлет себе их наброски. Единорожка была рада столь важному заданию от наставницы. Селестия подошла к выходу и, обернувшись, заметила, что луна не последовала за ней. Я немного поговорю с Твайлайтом. Ничего не сказала, светлая оликорна вышла на улицу. Никогда еще не видела принцессу Селестию такой напряженной. Как вы думаете, кто мог сотворить такое? Кем бы он ни был, от нас ему не скрыться. Твайлайт, ты тоже ощутила это? Что ощутила? Острый запах крови. Я даже на контрлоте его почуяла. Запах невероятно сильный, но непритягательный. Странно. Да, я тоже обратила на это внимание. Наверное, все из-за большого количества крови. Не из-за этого уж, поверь. Лучше не будем гадать, подождем результат расследования. Кстати, как прошла ночь? Нормально. Отрадно слышать. Луна вышла из ратуши. Единорожка задержалась у окна. Среди перепуганных пони она заметила кобылку, смотрящую прямо на нее. От виды незнакомки у единорожки мурашки по коже пробежали. Та стояла словно статуя, глядя прямо на Твайлайт. В чем последняя не сомневалась. А, вот ты где. Раздался голос за спиной. Обернувшись, волшебница увидела Рерити и Флаттершай. Твайлайт повернулась обратно, однако загадочная персона пропала, словно ее и не было. Волшебница не была уверена в ее реальности. Да, и прошедший мимо Кларк привлек ее внимание. Жеребец, как и все, был встревожен. Единорожка на миг вспомнил эти прекрасные дни, когда жеребец ухаживал за ней. Проявлял внимание. Только фальшивость его действий тут же сожгла приятные моменты, напоминая о жестоком предательстве с его стороны. Ну, что сказали принцессы? Кто это сделал? Они сами не знают. Ты хочешь сказать, что где-то в деревне разгуливает маньяк? В нашей деревне? Мордашка Рерити источала неподдельный страх. Даже Флаттершай на ее фоне держалась более уверенно. Не думаю, что у него хватит ума остаться в пони Вилле. Зная, что на него начато охотовать сами принцессы, взяли ситуацию под контроль. Маньяки, они маньяки. Безумцы. Нет, мы должны быть на чеку. И держаться вместе. Точно. Сегодня переночуем все вместе. Так будет спокойнее. Не нужно так усложнять. Все будет хорошо. У Эпплджек? У Пинки? Может, у тебя переночуем? Ну уж нет. Хотя лучше в моем особняке. Укол него самое лучшее освещение, и мы сможем видеть каждый уголок улицы. До вечера. Ночевать среди пони, да еще в окружении яркого света. Твайлайт начала надоедать быть вампиром. Селестия сидела в рабочем кабинете дворца и читала отчет из пони Вилле. Из пони никто не пропадал. Нападений не было. Местное животное, фауна тоже не пострадало. Откуда взялось только крови, было непонятно. Анализ еще больше озадачил. Кровь принадлежала разным пони, личности которых установить было невозможно. Принцесса сталкивалась с подобными выходками сотни лет назад. С подобными, но не столь кровавыми. Но нехватка информации не позволяла ей сделать выводы. Привыкшая к всеобщему контролю Аликорн пребывала не в лучшем расположении духа. Рядом с ней материализовался сверток с магической печатью личной охраны правительницы. Аликорн посмотрела на закрытую дверь, прислушалась и не услышав чужих шагов, развернула сверток. В правлении ежедневно всплывает масса проблем. Однако в личной жизни принцесс проблем не меньше, и зачастую больше. Странная близость Луны и Твайлэд не давала Аликорну покоя. Лучшие шпионы были представлены к принцессе ночи. И вот, один из них что-то нашел. Как он вырезался? То, что определенно заинтересует Селестию. Убрав сверток в ящик стола, Аликорн вышла из кабинета. И миновав несколько коридоров, спустилась в подвал. Принцесса знала каждый камешек своих владений. И какого же было ее удивления, когда зайдя в сторонне действующую подсобку, наткнулась на потайную дверь с магическим замком, наложенным сильнейшей магией. Даже Селестие потребовалось время на разрушение запирающих чар, и в итоге перед ней была открытая дверь. Длинный винтовой спуск привел ее в небольшую каменную комнату. С каждым шагом принцесса все больше сомневалась в правильности своих действий, зная, что вошла в одну из секретных комнат Луны. Ведь не даром младшая сестра скрывала ее, не желая показывать некую тайну. Селестия считала, что должна заботиться о Луне. А значит, некоторые правила приходилось нарушать, даже такие личные, как сокровенные секреты. Едва осветив комнату, Селестия едва удержалась на дрожащих ногах. Стены были поцарапаны, пороломлены, по краям валялись кандалы и прочие атрибуты для пленников. Комната напоминала камеру пыток. Мать природы, сестренка, что с тобой? Чем ты занимаешься? С ужасом прошептала Селестия, продолжая осматривать жуткое помещение. В кабинет врача постучали. Доктор Мур в этот раз пил не кофе, а успокаивающие травы. И не только потому, что его завалили отчетами с вопросами относительно алой деревенской поляны. Я занят. Снова стук в дверь. Все вопросы к дежурной медсестре. Стук. Дверь. Мур не стал реагировать, продолжая восстанавливать нервы. Тут дверь открылась, и в кабинет вошла незнакомая особа. Я же сказал, что занят. А ты молодец. Что вам нужно? Разве не помнишь? Ты выполнил часть своей сделки, и вот пришла моя очередь. Какая сделка. Какая сделка. Кобылка поставила на стол серую коробку. Понимаю, ты меня не узнаешь. Ты не можешь узнать, я бы не видел бестой рясы. Но теперь она мне больше не нужна. Бессмысленная тряпка. Доктор, примите от меня скромную благодарность. Врач осторожно открыл контейнер и достал из него потрепанную книгу. Она на древнем эквестрийском. Вы его изучали, я не знаю. Написанное в книге прольет свет на интересующие вас вопросы. Да, язык мне знаком. Придется повозиться, но перевести смогу. И как эта книга поможет мне подобраться к Твал и Спаркул? Просто переведите двадцатую страницу. Этого вполне хватит. Вы получите больше, чем рассчитывали. Кобылка собралась уходить. Думаю, вы поймете, что нужно делать. Довольно произнеся, незнакомка вышла из кабинета. Мур продолжал листать книгу, пытаясь вспомнить древний язык. Многие слова, фразы он узнавал. Но о чем была книга, еще не понимал. Изредка попадались иллюстрации. В основном непонятные. Пони, бегущие от чего-то. Или нарисованные чудовища с большими зубами. Доктор решил последовать совету компаньонки. Открыв двадцатую страницу, он принялся ее переводить. И с каждым приложением его глаза все больше лезли на лоб. Мур просто не знал, верить в то, что написано или нет. Но благодаря тексту, многие вещи стали для него более понятны. Более понятно странная кровь Твайлайт Спаркл. Паника прекратилась. Пони перестали шарахаться от собственных теней. Тем не менее, пристально смотрели даже на соседей. Думая, они маньяки ли их окружают. Так что паника мягко сменялась паранойей. Твайлайт была расчетлива как никогда. Считая, что злоумышленник давно покинул деревню. И был на полпути границы Эквестрии. Почти у самого дома единорожку заметила Кларка. Тот не сразу ее заметил. И едва пони попала в его поле зрения, он тут же замер на месте. Твайлайт не желала с ним общаться. Чего нельзя было сказать о жребце. Твайлайт, привет. Неуверенно сказал он. Единорожка не стала из-за него менять курс движения. И пошла прямо, намереваясь пройти мимо жребца. Я ни на что не претендую. Уже. Но не могу видеть в твоих глазах обиду на меня. Позволь объясниться. Говорил Кларк. Единорожка мельком посмотрела на жребца. Твайлайт. Сказал он, когда волшебница прошла мимо него. Вампирша ощущала его взгляд, сверлящий из затылок. Зайдя в дом, она громко хранила в дверь. Ты видела? Много крови там было. Подбежал Спайк. О, ты уже вернулся? Чудно. Не бери в голову. Единорожка пошла в библиотечный сектор. А можно я схожу посмотреть, можно? Нет. Ты же защитишь меня от маньяка? Да. Снова коротко ответила кобылка, начиная перебирать книги по магии. Твайлайт, а почему такая необщительная? Единорожка повернулась. Спайк, прости. Просто день задался не очень. У меня много работы, извини. Единорожка продолжала перебирать книги, пытаясь найти хоть что-то, похожее на те символы, которые были прожжены в крови на поляне. Ничего похожего не было ни в одной книге. Справочники по рунам тоже не дали ответов. Единорожка не хотела провалить задание Селестии, считая, что просто должна найти ответ, не желая подвести принцессу и выставить себя в ее глазах незнайкой. Так незаметно прилетел целый день. Единорожка настолько была увлечена поиском, что даже когда заходил Спайк и предлагал ей поесть, она просто сказала «нет», не затрудняя себя придумывать привычной отмазки. Кобылка перебрала все книги, прямо или косвенно связанные с магией и символикой. Твайлайт жалела, что и библиотека не была настоль насыщенной, как королевская. Может искать там? Единорожка уже не знала. С усталыми глазами вампирша принялась по второму разу перебирать книги. И так бы и делала, если бы ее не прервали неожиданные гости в виде верных подруг. Рарити не забыла про свою угрозу переночевать всем вместе. И к великому сожалению единорожки, они избрали для ночлега дом Твайлайт. Даже Рейнбо пришла, хотя Пегаска вполне могла переночевать в том же небесном городе. Вампирша не кормилась уже 4 дня. Что ж, обрадовали ее подруги. Конец третьей части. Читал Лиджей Паун-3 и команда Уголок Годунова. Запомните, дети мои. Невозможное не существует. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова